Русско-турецкая война на территории Анапы длилась 40 лет. Ли с шестого раза турецкая крепость пала и перешла под юрисдикцию Российской империи. Это будет интересно. Это то, что есть у Анапы, нет других городов. И Анапа – город воинской славы, в принципе, присвоен не только за Великую Отечественную, но именно за русско-турецкие войны. Поставлен и заключен договор вечного мира между обеими империями, стоящим в 16 статьях, которые от слова до слова гласят тако. Всякая вражда и несогласие, существовавшие доселе между обеими империями, отныне прекращаются на суше и на морях. Впервые о напчании гости курорта услышали строки из мирного договора, прекратившего 40-летнюю войну. Узнать о ходе сражений можно было с помощью передвижных выставок. Их организовали сотрудники музея Горгипия. Некоторым даже удалось в буквальном смысле прикоснуться к истории. Военно-патриотические клубы города-курорта представили выставку оружия времен Второй мировой войны, найденного на территории Краснодарского края. Это происходит в день образования России, дня России – это одно. А второе – это главное – это сохранение традиций. Воспитание молодежи особенное. Ну и, конечно, наших гостей. Чтобы знали, что здесь казачий край, что здесь казаки принимают активное участие в развитии города-курорта Анапа. Я бы хотел выразить славу благодарности атаманам, как районного, так и городского округа, за то, что они сегодня делают по воспитанию молодежи. У бюста Алексея Бескровного был выставлен почетный караул. Атаман Черноморского казачьего войска участвовал в Отечественной войне 1812 года и не проиграл ни одного сражения. В преддверии праздника Анапское казачество отреставрировало русские ворота. Теперь в планах организовать еженедельный развод караула в память о погибших героях.